всем приветик итак сегодня тема стрима очень сильно интересная это мы сбалансируем опять станцию потому что это все время меняется конечно же увеличим танки ну тут есть еще одна такая проблемка конечно у меня маленький лимит конкурентам это находка но у меня вариантов больше лимит просто нет и он весь куплен в лавке и он маленький как бы выйти из положения но это все мы по порядку поехали больше всего касается именно facebook я перестал кормить животных потому что это реально ну как бы мне убыточно по рыбьему жиру но есть выход в положении все-таки кормить их выгоднее этих животных я их покормил я их покормил уже сегодня вот можно даже если их кормить один раз в день от этого есть очень сильно большая смысловая нагрузка против того если таскать сюда красную смородину красная смородина ну это совсем грустно но такой смешной комментарии у меня был в ю тубе я не могу прямо таки ну просто зачет что красную смородину выдумал злой человек а груши добрый ну в лучшем случае мы будем применять шерсть ламы это такие ну как скажем так середнячок середнячок ее придумал ни туда ни сюда но тем не менее в этом есть выгода почему мы кормим животных потому что у меня проседает коллекция волк а волк мне нужен для создания как раз именно этих груш так как коллекции порезанные на фейсбук очень даже сильно поэтому коллекцию волк можно получить сломы ну как бы вариантов особо других как можно сказать и нет но сломы ее можно получить конечно она отнимает монеты которые мне нужны растет это все дело быстро если у вас ферм больше чем одна прямо-таки не успеваешь это все корм я вам скажу абсолютно бесплатный почему бесплатный корм потому что все-таки можно перейти на такой вариант кукуруза клетка и делаются эти тюки сена ну я считаю просто это бесплатный вариант и дальше мы вернемся сейчас к санкам и как же мы выровняем все по экономике потому что рыбий жир же будут отнимать фермы а ферм ну их вроде бы как хватает вы понимаете теперь мы возвращаемся к нашим санкам вот они наши санки вот она упряж 9000 груз груз как бы хороший 9000 я вам скажу ну это хороший груз замечательный мы до снимем спинки мы просто и снимем в данном случае мы снимем их все да уверен кстати что у нас здесь юлечка доброго вечера у нас здесь есть у такая история спинки две пятьсот можно их установить так же в складе внизу приветик приветики или у нас есть одна спинка за прохождение нашей трилогии мы берем до спинку одну ставим мы спинку ставим вторую ну как без толку разбазарить изумруды их можно просто потратить с очень сильно большой пользой для себя так и это мы уже взяли если купить еще одну спинку изумруды будут в нуле но спинки мне купить нужно спускаемся мы на домашнюю станцию и вот они наши собачки и мы подыщем еще одну спиночку и вот она у нас домашнего склада и теперь у нас груз 11 тысяч до разница невелика совсем невелика 9000 было стало всего лишь нам всего 11 но тем не менее это целая спинка в 2000 плюс ну как бы уже мелочь а приятно будем исходить из этого дальше о чем я хотел вам сказать об этой лиса патрикеевна приветик значит если поставки с песни ветра и синдиго винила у меня такая же самая ситуация как на песни ветра станут меньше на домашнюю инстанцию значит мне рыбьего жира станет не хватать его и так катастрофически не хватает но если не кормить животных жира вроде бы как ну хватает если кормить птицу птица там получается корм ну бесплатно можно сказать абсолютно так как и круза там идет и там идет шерсть это очень сильно выгодно если разобраться тем кто не болеет уровнями это просто все таки возвращаемся к этому варианту потому что это клондайк реальный клондайк ну здесь у нас всего пять птичников в принципе по моей станции здесь два птичника много 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 с чего мы имеем большинство рыбьего жира конечно золотых памятников один золотой памятник с одного слота это 250 рыбьего жира значит там поставки меньше стали здесь нужно увеличить птичников и грушу я уже перестану возить на песню ветра и найди его это очень сильно большая экономия значит там станет автономно а здесь у нас просто получится то же самое что ну только никуда не возить только никуда не возить и здесь добавится у нас золотых памятников и так мы заходим ферма постройки и давайте и птицеферма а что у нас здесь не складывается ага не складывается вот эта вот вещь которую мы сейчас пока поставим сюда может быть она здесь и останется давайте мы вот таким вот образом ага у нас нет нет ладно я сейчас поменяю коллекцию рыбака и у нас все будет вот чтобы до полного баланса нам нужно добалансировать еще и синдио так же самое два птичника которые я же говорю от перемены слагаемых сумма не меняется абсолютно да поступать надо ну это физика как говорится поступать стало меньше от от хуже чем мультибокс я еще в этой игре ничего не видел абсолютно как от них избавляться я просто не знаю это ужасная вещь и главное мультибоксы какие позорные и ничего в нем ну как бы и нет а нет с этого выпало у нас чуть-чуть изумруда спасибо за рейт маргарита доброго вечера так все они у нас исчезли это хорошо неужели так может что-то радовать итак два птичника теперь мы и оттуда выравниваем таким же самым образом мы их строим очень сильно даже быстро это все происходит приветики 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 расширяем все и теперь у нас и этот птичник готов и достроить и этот и того их получится 9 можно поставить и 20 и 30 нет чтоб именно выровнять как раз получается их 9 ну это как для меня вы смотрите по своему балансу сами как у вас чтоб что-то выровнять кстати вот эти рулетки это все очень сильно красиво но то что можно все таки спрятать допустим ну предположим так у нас здесь все уже есть мы прячем ну вот все буквально потому что птичников добавилось и теперь как я считаю лучший вариант у нас все здесь больше ничего нет ну ничего нет это хорошо вот эти опять мульти боксы как от них избавиться вот это вот просто вот морока мне мульти боксы не нужны и так как я предпочитаю банду которая вот это вот за мной бегает банда у меня такая серьезная а как бы вас ребятки отсюда ну хоть куда-то переместить ну я не знаю ну чтоб вы не так меня напрягали пока мисс вы там вот стоп и этот птичник сюда замечательно и таким же самым образом мы его достраиваем этот птичник как всегда к нашему очередному миллиарду к нашему очередному миллиарду возвращаемся по монеткам что мы можем сделать и лошадиный корм все потому что у нас рыбий жир кончился а нам нужен именно миллиард монет каждый день добыть миллиард монет если вы не добыли миллиард монет в конце дня как вы зашли в игру ну я не знаю там на час на два то возникает вопрос а зачем вы заходили в игру проверить торговые лавки ну они вам миллиард монет не дадут так и значит поехали и вот таким вот образом мы сейчас добудем добудем наш миллиард все миллиард монет есть но мы можем конечно же и больше можем и больше потому что спасибо за элек и мы продолжаем нашу добычу спасибо за элек а это там у нас стик висит стик большой и миллиарда не хватает но в общем факт в том что можно еще что то привести и добавить победа спасибо за аренку вот это да вот это у нас стик завис из 8 мы теперь предмет охоты но 10 это уже точно предмет охоты за нами будет охотиться все чтобы сбить стик так и теперь же нужно вот видите как я добавил я добавил но мы можем добавить миллиард наш вот таким вот ну очень даже нехитрым способом это допустим станции инди все мы знаем про этот способ способ весьма очень сильно интересный просто ловим рыбу и делаем из нее лошадиный корм как кашу делать я вам объяснял много раз да 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 это хитрый ход такой инга это хитрый ход они хотят ну так стик как увесит они то и не рыпаются особо но они ж не знают что мы уже сделали тарас привет и вот он миллиард который мы доделали ну в принципе а что мы его сделаем мы его сделали просто-напросто из рыбы рыба как говорится из речки безлимит как сделать ее безлимитно я тоже объяснял и так же крутится у нас крючочки накрутила у меня две пятьдесят две с половиной тысячи крючочков как мы видим здесь все мои металлурги работают не на крючки я сейчас вам покажу все металлурги работают только на изготовление пил крючка ни одного не делается все вот такой маленький такой тихенький тихонько стоит но он крутит и днем и ночью как говорится этот тройной крючок и оно что-то получается конечно за два дня он не накрутит но если он у вас стоит уже ну хотя бы два года то он что-то там может накрутить вот таким вот образом ну в общем короче я вам объяснил если мы где-то что-то перекрываем надо где-то что-то обязательно добавить ну технология простейшая простейшая математика это просто физика youtube ставим лайки переходим по ссылке в описании и конечно мы вас ждем втроу не забываем подписываться на мой канал любая палец и получится пропустя это как с